Да. Понятно. Мы не можем получить идеального человека. Это всегда баланс между... Он идеальный. Слишком маленьким списком критериев и разочарованием в последующем. И вот таким списком критериев очень-очень точным, но под которые попадает один человек из трех с половиной миллиардов мужчин на земле, и пока его нашла, уже умерла от старости. Что же теперь, мириться с какими-то... Нет, нет, есть вещи, с которыми... Все критерии не выполняют. Все они такие тогда, да? Да, есть вещи, которые заранее создают сложности, есть вещи, которые в большинстве отношений важны, я про это скажу. Но так же, вот как с Юлей мы обсуждали, если для тебя этот критерий важен, ну вот эти 5, 6, 7, если этот критерий для тебя важен, а он не выполняется, мириться нет смысла, потому что ты будешь несчастная. Ты будешь несчастная. Мужчина тоже будет несчастным рядом. Потому что он будет тебе сказать, ой, эта работа достала, да? Эта работа достала, он будет видеть, черт, зачем я вышла замуж за этого дурака, да? Это не удовольствие. Дети, если появятся, тоже будут видеть. А он не будет передавать свое эмоциональное настроение? Оба будут передавать свое настроение детям. И вот колесо кармы катится дальше. Зачем мне такое колесо катить? Я немного не о том, потому что, допустим, у меня там критериев очень много, да? Как выстраиваешь идеального мужчину, но нет же такого человека, да? У каждого все равно какой-то критерий, ну, какой-то критерий не подойдет. Самый важный критерий. То есть, соответственно, с чем-то я смирюсь, если я хочу продолжать эти отношения. Да. То есть у тебя по-хорошему будет четкое понимание, что если этого не будет, ну, с этим я могу жить, если этот критерий не выполняется. А вот эти на первом месте, в крайней мере, там, 6-7, без этого точно не стоит даже время вкладывать. Иначе я буду глубоко несчастен. Ты в состоянии разделить критерии первого рамка, второго и последующего? Думаю, что да. Хотя в отношении...